Мечты, растут на ветру, Димаша. Здравствуйте, дорогие слушатели, нажмите колокольчик. Прошлого года Димаши приехал в Китай. Прошлого года Димаши приехал в Китай. Он был взволнован, чтобы сфотографировать свои распростерты объятия это на улицах. Певец национального достояния, у которого в соседнем Казахстане есть жгучий дух, никто не знает, что его голос может свободно путешествовать в 4.5 октавах, и этот талант и талант свежи. Меньше появляется. Несколько месяцев назад друг режиссера Димаш по национальному телевизионному каналу в Казахстане рекомендовал его в группу режиссеров-певец, которая стала целью его поездки для участия в китайском музыкальном конкурсе «Феноменов певец». В Чанше Хонг Тау слушал живое выступление Димы Си и позвонил Несиню Аню, председателю брокерской компании «Черное золото», и спросил его, не хочет ли он подписать Димаш. У него очень хорошие условия. Есть ли у вас уверенность, чтобы сделать его суперзвезда? Учитель, который любит Хонга, безусловно, превосходен. В этом нет никаких сомнений. Прежде чем увидеть Димаш, Несиню Ань много занимался сбором данных и исследованиями. Существует определенное пространство для познания и воображения. Даже с командой я разработал план по ее созданию. В тот момент, когда Димаш впервые репетировал репетицию на сцене певца, Несиню Ань, стоявший рядом, действительно почувствовал радость от этого несчастного случая, я был действительно шокирован и шокирован. Впервые транслировался пятый сезон спутникового телевидения Хунань-певица, который потряс о шутку старшего инсайдера Несиню Аня помощь грустного на репетиции. Это было не случайно, и землетрясение обрушилось на телевизор. Вся аудитория, высокие ошеломленные часы, разнообразные поющие преобразования свободно, мощное пение с 1,86 метра высокого стройного тела, грустное лицо Центзюньо, экстравагантность принца и необузданный темперамент. Редкий сюрприз он существует. Димаш мгновенно покорил всех и сумел стать самой большой черной лошадью в шоу с крыльями. Программа еще не закончена. Слово «Димаш» появилось на Уэйба. На второй день выскочил отчет о Димаш. Его метод пения был проанализирован. Рост и следы жизни преследуются один за другим. Димаш, новый национальный муж и другие прилагательные были отпечатаны, а молодые поют и сияют. Голос, который Бог поцеловал, его период изменения голоса составляет от 12 до 17 лет, немного дольше, чем у других мальчиков. За это время Димаши может появиться в верхнем и нижнем свободном диапазоне, хотя это будет петь сопрано, но также и бас. Так что, наверное, у Димаши будут различные музыкальные инструменты, включая пианино, ударную установку, дамбыро, цимбалы. Для многих детей, может быть, слишком много специальностей будет означать, что они могут стать тяжелым бременем роста, но это гениальный ребенок из чужой семьи никогда не чувствовал, что в игре на звуке и игре на пианино был горький момент. Может быть, он был там, но он был разбавлен его любовью. Если в моей жизни нет музыки, я не выношу ее. Он никогда не думал, что научится чему-то другому, кроме музыки, и с самого раннего возраста погрузиться в систематическое профессиональное музыкальное обучение. Он очень полон решимости следовать своим внутренним мыслям. С тех пор, как я себя помню, я думал о том, как заниматься музыкой. Университет взял специальность музыки у Национального университета искусств в Казахстане. Многие маленькие партнеры могут окончить среднюю школу. Я буду думать о том, что я хочу изучать и что я хочу делать в будущем, но я не думал, что не смогу петь. Я не думал ни о чем другом. Я не думал об изучении других специальностей. Мечты растут на ветру. Музыкальный путь очень длинный. Я только начал приближаться в интернете. Есть небольшое видео, с которым Димаша столкнулся в неожиданной ситуации, когда он пел. Это была его маленькая Оливия в Казахстане. Когда он пел трудное даже, он неожиданно подвел микрофон. Руками, без помощи звукового подкрепления, он хлопнул мелодию прямо вверх, и аудитория была отчетливо слышна. Есть поклонники, которые комментируют. Учитель Ди обычно обладает мягкостью и темпераментом, и когда он встречает пение, он напорист, властен и упрям. Как описал одержимость Димаша музыкой, он очень верный. Он очень страстный. Его певческая карьера. Я думаю, музыка это его жизнь. Он без ума от музыки. Очень настойчивый. Вы часто принимаете похвалы самого раннего возраста. Он застенчиво рассмеялся. Семья, учителя, одноклассники, друзья. Они часто говорят. Ха-эм. То есть похвалить меня. Я очень рад слушать. Но это правда. Но как певец, он не настолько высок, как может быть его голос. Это самая важная вещь, чтобы чувствовать музыку. Певец дебютировал. Димаш выбрал свою самую знакомую песню «Скорбная помощь», полную нежных, пронзительных всплесков певческого мастерства. И публика сразу же бросилась на его комментарии вейба. Я прошу вас из чего сделан скорпион. Титановый сплав. Музыкальные критики отметили, что певец может делать это. Вся мировая музыкальная сцена редка, и он водит его с 17 лет. Он выиграл серию наград до 5 лет. Выбор помощи «Скорбящего», ваш собственный убийца. И не только потому, что навыки, необходимые для этой песни, достаточны для того, чтобы Димаш мог бросить вызов и сыграть. До этого навык и его содержание более привлекательны для меня, на духовном уровне. Эта песня дает мне очень глубокое чувство. Эта песня хочет выразить, что, даже если человек ограничен, он все равно должен продолжать преследовать свою мечту. У него очень чувствительное сердце. Когда люди приходят в этот мир, будучи ограниченным, один человек может подумать, «Почему я не орел? Почему я не могу летать в небе?» Хотя люди не могут быть орлом, но его сердце все еще очень хочет летать. Эта песня преследует эту цель-смысл. Его жизненный опыт все еще не глубок, и он готов очень серьезно поговорить с журналистами, как чувствовать музыку, независимо от расстояния до языка. Конечно, с точки зрения музыкальных знаний, вы старше, ваше музыкальное знание, опыт работы. Чем больше я накопил свой жизненный опыт, из-за этого я не могу сравнивать его с музыкантом 50 или 60 лет, но чувствую музыку. Любой человек любого возраста может сделать это. Его способность быть гордой, это не возраст, чтобы по-настоящему почувствовать музыку. Некоторым людям может быть 50 или 60 лет, и они не знают, что они поют. Расшифровал. С точки зрения видения, у Blatch Gold всегда есть профессиональный филиал под названием Blatch Gold Fashion. У нас есть полный набор команды визуальной системы для разработки программы для артистов. Каждая песня имеет свой темперамент и характеристики. Черное золото моды команда разработает видение, которое наилучшим образом подходит художнику для выражения работы. Это не просто предмет одежды, это набор визуального общения. Итак, каким певцом ты хочешь быть сегодня? Димаш подумал сам, но улыбнулся. На этот раз все докажет. У мальчика естественная откровенность, никаких хитростей, и он поставил с раннего детства, по сравнению со многими людьми, явно опережая игру. Я пробежал круг, но он настоял. Музыкальный путь очень длинный, я только начал приближаться. Хотя я был на сцене в возрасте 2 лет и выиграл чемпионат в возрасте 5 лет, мой сценический опыт все еще очень мил. Я буду чувствовать зрителей. Мое признание и мнение продолжают улучшать мой музыкальный путь и развиваться в направлении моей мечты. Он сказал журналистам, «Все только начинается, и мое профессиональное развитие определенно будет совершенно другим и определенно станет уникальным». Я говорил с Димаш о столь многих серьезных материалах, но в конце серьезной темы он появился на сцене как холодный человек, и он сразу показал другую сторону, в частном порядке, большой мальчик, который любит смех, забавный, смешной, непреднамеренно все еще есть немного мягкости. Свет в раздевалке был ярким, его длинные ресницы затрепетали, и он с любопытством посмотрел на вас, и вдруг снова улыбнулся и радостно похлопал по коленям, отвечая на интересные вопросы. Даже если певца был прошлой ночью до поздней ночи, будет еще одна репетиция шоу. В таком напряжении в ритме он всегда не может не выглядеть усталым, когда смотрит вниз, но когда он поднимает взгляд, его глаза снова сверкают. Я говорил с Димаш о столь многих серьезных материалах, но в конце серьезной темы он появился на сцене как холодный человек, и он сразу показал другую сторону, в частном порядке, большой мальчик, который любит смех, забавный, смешной, непреднамеренно все еще есть немного мягкости. Свет в раздевалке был ярким, его длинные ресницы затрепетали, и он с любопытством посмотрел на вас, и вдруг снова улыбнулся и радостно похлопал по коленям, отвечая на интересные вопросы. Даже если певца был прошлой ночью до поздней ночи, будет еще одна репетиция шоу. В таком напряжении в ритме он всегда не может не выглядеть усталым, когда смотрит вниз, но когда он поднимает взгляд, его глаза снова сверкают. Здравствуйте дорогие слушатели, нажмите колокольчик.